Миры Артёма Каменистого Игнат показал наслезающую с дракона фигуру. Издали он напоминал человека. Две ноги, две руки, большая непропорциональная голова. Существо передвигалось по земле, пригнувшись, пользуясь сразу четырьмя конечностями. Кожа была чёрная, как у скреббера, с которого она только что слезла. Нечто довольно быстро, чуть боком, перебирая четырьмя конечностями, как паук, приблизилось к людям и застыло в трёх метрах. Откуда он взялся? Кто-нибудь видел его, когда летели сюда? Может, он болеет чем-то? Могут ли быть у дракона блохи? Судя по размерам скреббера, и блоха должна быть гигантской, чуть меньше меня ростом. Как у него голова-то держится на такой тонкой шее. Лысый череп, большой полуоткрытый рот, полный мелких треугольных зубов. Тонкие губы дрожат, будто хотят что-то произнести. Огромные в пол лица круглые глаза. Он уставился именно меня, не мигая. Изучает. Гипнотизирует, что ли? «Ты кто?» «Ага, так он тебе и ответил», — задумчиво произнесла Вероника. Тем временем существо ловко ухватило своими длинными пальцами с четырьмя фалангами за локоть связанного нолда и потащило к дракону. Тот же сидел, как сфинкс, не шевелясь, и лишь только его огненно-красные зрачки внимательно следили за происходящим. Существо выпрямилось и встало на задние ноги, прихрамывая, засеменило вперед. Нолд попытался вырваться из его ловких лап, но тотчас получил ощутимого пинка ногой и полетел на землю. Пропахав носом траву, он оказался перед лапой скреббера. Его голубой халат задрался, обнажив красные труселя. Нолд поднял голову, пытаясь рассмотреть сидевшего перед ним дракона. Когти на лапе зажались, вонзившись глубоко в землю. Раздался чудовищный рык, разом разогнавший любопытных зараженных. Не разбирая дороги, два элитника, ломая стволы деревьев, понеслись прочь от поляны. Нолд тоже попытался вскочить и пуститься бежать, но существо, казалось, только этого и ждало. Оно быстро прижало внешника ногой к земле с такой силой, и мне показалось, что я услышал, как у Нолда затрещали ребра. Дракон наклонил свою кошмарную голову к испуганному человеку и внимательно рассмотрел его, после чего повернулся к существу и едва заметно кивнул. Существо, силой прижимая Нолда к земле, резко дернуло его за руку. Там мгновенно с хрустом вылетело из сустава, а затем оторванная конечность оказалась на земле рядом с дергающимся телом. То же самое произошло и со второй рукой. Нолд уже после первой потерял сознание, но помогать ему никто не желал. Останавливать кровь тоже никто не спешил. Существо обошло его вокруг и плюнуло под ноги. Ничего себе! Его поведение почти ничем не отличалось от человека. Кто это такое или такой? Внешних половых признаков видно не было, вместо них там виднелась ракушка черной брони, как у хоккеистов. Так же, как и все остальное тело было покрыто многоугольными пластинами. Ноги и руки существа были похожи на обезьяни. Скорее всего, он был очень уловок и силен, и, ко всему прочему, обладал недюжинной силой. Вот так просто выдернуть руку у взрослого мужчины далеко не всем под силу. Ну и сама дружба со скребером. «Здесь я вообще потерялся! Что происходит?» «Неплохо!» — Игнат смотрел на Нолда, истекающего кровью. «Весьма! Я бы так не смог даже под даром!» «Странно. Где этот урод прятал жемчуг?» — спросила никому конкретно, не обращаясь Алина. «Может, у него и не было жемчужины?» «Скребера-то они убили же!» — пожала плечами Вероника. «Погодите!» — Феликс сжал голову руками. «Он говорит!» «Кто?» «Старичок! Голоса в голове — это уже плохо!» Я похлопал Феликса по спине. «Скребер!» «Феликс-ментат! Может, он слышит его мысли?» — предположила Вероника. «А у него есть мысли?» — автоматом спросил Игнат, но, поглядев на Скребера, поправился. «Конечно же, он разумный! И что же он говорит, Феликс?» «Он отвезет нас домой!» «Это замечательно! А то оставаться здесь в отних белых халатах нежелательно!» Я взглянул на собравшихся в кучу зараженных, жадно рассматривающих издалека безрукого Нолда. Он еще сказал, что у самки Скребера не было жемчуга, потому как она была беременна. «Чего-чего?» — удивилась Алина. «Того не мешай!» — Феликс махнул рукой. «Скребер говорит, что когда она вынашивала, то ее жемчужина пошла на формирование скорлупы яйца малыша!» «Представляю, какой там малыш!» — не удержалась Алина, и тогда Игнат подошел к ней и жестами заставил замолчать. Феликс, от накатившей на него усталости, сел прямо на землю, но по-прежнему сжимая голову руками. «И еще он хочет, чтобы мы ему помогли, когда он найдет, где прячут его яйцо Нолды!» — произнес Феликс. «Каким образом?» — я уже плохо соображал. «Чем мы можем помочь дракону?» «Он слышал мысли Нолдов, они спрятали яйцо с его наследником, но здесь его нет, иначе он бы давно нашел!» «Спроси его, почему он не запустил это существо к Нолдам, раз сам туда пролезть не смог?» «Тот бы все сам и сделал бы! Зачем мы ему?» «Глум не делать! Глум не знать!» «Мы резко повернулись и уставились на говорящее существо!» «Он глум? Он говорил с нами!» «Скреббер говорит, что он многого не может, и Нолды убили бы его одного к тому же!» — хрипло сказал Феликс. «Замечательно! А нас, значит, можно сунуть Нолдам! Нас не жалко, еб***ь, так?» Алина разошлась, размахивая руками и не обращая внимания, как Игнат уставился на ее голое тело под распахнувшимся халатом. «Он не знал, что нас предадут, и готов был послать Глума нам на выручку!» Феликс транслировал Скреббера. «Кто ты, Глум?» — Вероника посмотрела на застывшего монстра. «Глум не помнит!» Существо развело в стороны своими черными руками и шмыгнуло носом. «Дракон хочет, чтобы Глум остался с нами! Мы сможем общаться через него с драконом!» — подал голос Феликс. «А он нас не сожрет?» — с опаской посмотрела на Глума Алина. «Человека! Фу! Не ест!» — успокоил нас Глум. «Но это резко меняет дело! Глум красавчик! И я гром!» — заметно нервничая, рассмеялся я. «Глум покосился на меня и бочком пошел к дракону. Тот уже вытянул крыло, приглашая к полету. Мы забрались по нему к дракону на спину. Куда делся Глум, я не заметил, но он с нами не сидел. Дракон коротко рыкнул и, без разбега, оттолкнувшись мощными лапами, свечой ушел в небо. Внизу, с радостным урчанием, зараженные набросились на еще живого Нолда. Пронзительный вопль ужаса проводил нас в путь. Черноту скреббер пересек просто. Он также воспользовался коридором, по которому пробирались и мы. Перед мертвым кластером он набрал приличную высоту, и уже на границе стаба и черноты он резко спикировал вниз. Я, впрочем, как и остальные, не успел даже почувствовать недомогание, как мы уже оказались над степью по ту сторону черноты. Дальше наш путь лежал на Китежград. К городу мы прибыли через час. Куда именно приземлиться, решал сам дракон, и он сделал это максимально эффектно. Спикировав и заоблаков, он сделал круг над городом, демонстрируя свои огромные крылья и закрывая своей тенью солнце. Пройдя как можно ниже и цепляя крыши домов, он вызвал панику на улицах Китежграда. Раздалось даже пару выстрелов, и над городом истошно завопила сирена. Возбудив тем самым городское население, он плавно коснулся своими огромными лапами земли недалеко от внешнего пропускного пункта. Мы грациозно спешились. Откуда-то из-под крыла показался глум. Сейчас он был в нелепом сером балахоне с капюшоном на непропорционально большой голове. Все так же, пригибаясь и припадая на левую ногу, он засеменил ко мне. «Глум, не кусает! Идет за тобой!» — сообщил он мне своим глухим голосом. «Спасибо, успокоил!» — кивнул я, с трудом сдерживая смех. «Его же сразу расстреляют!» — сказал Игнат. «Скажем, что квас нашли по дороге!» — предложила Алина. «Квас это кто?» — поинтересовался я. «Это жертва неправильного приема жемчуга. Те, кто вовремя не показались знахарю», — улыбнулась моя очаровательная жена. «После того, как Вероника употребила белую жемчужину, мне показалось, что она обрела возможность воздействовать на расстоянии. Во всем случае, при ее приближении я чувствовал необычайный прилив сил. Сил, а не того, что вы подумали, хотя и это тоже». «Жертва, значит?» — промямлил Феликс. «Как бы эта жертва не пустила нас на фарш!» «Глум, помогать!» — раздалось из-под опущенного капюшона. «Хорошо, помогать, так помогать. И все же кто ты? Говоришь, не сказать, чтобы как Цицерон, но осмысленно, хотя тело как у элиты». Алина совсем запуталась. «Глум, не помнить!» — опять раздалось. Раздалось неунятное бормотание. «Ботинки ему надо. Ноги из-под балахона торчат уж очень вызывающе», — обратила мое внимание Вероника. И правда ступни его были больше похожи на лапы орла, чем на человеческие ноги. «Ну что, готовы?» — спросил я свою команду. «Феликс, передай дракону нашу благодарность. Без него мы бы не вышли из пекла. Он знает и ждет от нас помощи, когда он найдет, куда Нолды спрятали его сына». «Хм... Ну, передай ему, что мы поможем. С одной стороны, конечно, мне льстило, что такая огромная зверюга просит у меня помощи. А с другой мне было совершенно непонятно. Почему? Зачем?» «Да, почему именно от нас ему нужна помощь? Вокруг полно людей уже лет по двадцать проживших в Улье. Ладно, двадцать это я загнул, но по десять есть и немало. Они имеют по несколько даров. Звери в человеческом обличье. Зачем ему я? Несколько месяцев назад всего как приземлился здесь. Да. От скребера я точно этого не добьюсь. Буду пытаться разговаривать нашего нового друга. Глум, кажется. Тоже мутный кекс. Зачем он нам? Для связи? Да нахрена? Радиостанции у него что-то не видно с собой. Да радист из него, как из меня, кабызон. Мутно все здесь. Только что нас подставил человек, который казался своим в доску. Да. Надо не забыть вставить Феликсу за то, что не разглядел врага. «Гром, ты чего завис?» Толкнула меня в плечо Алина. «Что передать скреберу? Он ждет, не улетает. Я же вроде сказал, что поможем. Или я только подумал. Я повернулся к дракону и кивнул. Поймет ли?» И добавил, прокричав. Вдруг он глуховат. «Мы поможем!» Он транслирует, что не надо так орать. Он понимает нас. Говорить он не может по понятным причинам. Прошептал сзади Феликс. Я рефлекторно дернулся, в который раз не услышав, как он подошел. «Что за привычка, Феликс? Ты появляешься так неожиданно! Ты меня пугаешь!» «Тебя, пожалуй, испугаешь!» Проворчал старичок. Дракон еще раз окинул нас взглядом. Задрав голову, он рыкнул так, что в километре на пропускном пункте посыпались стекла в окнах. Затем встал в полный рост, затмив собой солнце. Какая же громадная зверюга! Разве такое вообще можно как-то убить? Интересно. А поменьше есть скребберы? Очень нам надо еще одну белую жемчужину. Время пока есть, но медлить не стоит. Я мотнул головой, отгоняя мысли, и помахал ему рукой. Дракон, без разбега, оттолкнувшись от земли, ушел ввысь, взмахнув своими громадными крыльями. «Пойдем, что ли? Сейчас вопросами замучают!» Вздохнул Игнат. «Как это великодушно с их стороны! Гром! Они послали нам транспорт!» Вероника, щуясь от яркого солнца, указывала в сторону КПП. По полю к нам приближались два БТРа. «Макс, тебя еще не расстреляли?» Искренне удивился я. «Как видите, должность мэра Китежграда упразднена. У нас теперь децентрализация и совет трех. За мной оставили хозяйственные дела. Круз у нас ныне заведует армией и боевыми действиями. А товарищ Артем – политикой и спецслужбами. Я вас обязательно с ними познакомлю. Вы же наши почетные граждане!» «Нас сразу без досмотра доставили в правительственный дворец. Первый этаж уже более-менее привели в порядок, но ко второму еще даже не приступали, занавесив его брезентом. Сейчас мы сидели в бывшей резиденции мэра. Как теперь это называлось, меня совершенно не интересовало. Макс не вытащил бы один особенно в сложное для стаба время. Что ж, вполне объяснимо. Пусть правят на троих, оно всегда удобнее. Можно собраться, обсудить, как там и что. Одеяло опять же на себя уже не так натянешь и положив на все, бежать отплясывать со слабым полом тоже не получится. «Домик-то еще за нами?» – поинтересовался Феликс. «О, да, он в ваших напрежних условиях. Живите сколько хотите. А где медведь? Наташа? Что стало со стронгами? И как вы сюда добрались?» Макс от нетерпения еле сидел на одном месте. «Сейчас твои соправители подойдут, и мы всем сразу и расскажем», – успокоил его я. «А у вас что нового произошло?» – спросила Алина. «Вот именно произошло. Кто мог вообще подумать о таком? Помните соседний кластер за лесом?» – спросил Макс потемнев лицом. «Откуда?» – я покачал головой. «Ты просто мало здесь был, милый. Там расположен один из двух больших магазинов. Откуда Китиш берет свои припасы?» – сказала Вероника. «После операции она вообще не отходила от меня ни на шаг, и я ее прекрасно понимаю, тем более, когда она узнала, что беременна». «Брал!» – лицо Макса стало хмурым, как грозовая туча. «Я лично и не предполагал, что такое возможно. После того, как вы ушли на юг, мы собрались в магазин. Все прошло по плану в расчетное время. Сама перезагрузка дрилась больше обычного, а вот когда туман спал...» «Когда туман спал, вас встретили негры с луками и стрелами», – закончила за него Алина. «Чего ты вечно кота за хвост тянешь?» «Я момент нагнетаю. Так вот, там не было никакого магазина. Кластер полностью поменялся. Загрузился другой, известный любому, кто жил в 1986 году». «Это какой такой?» – спросили мы одновременно с Вероникой. Алина тоже прислушалась. Наши доблестные освободители Игнат с Феликсом также уставились на Макса. «Чернобыль» с милым городком Припять и четырьмя блоками реакторов. Но что самое страшное, все они были разрушены. «Как?» «Так. Четвертый, который, как всем известно, рванул в результате эксперимента, так и стоит заглушенным. Но страшно фонит. А вот остальные три, которые в том мире оставались целыми, при переносе разрушились. Взрыва как такового не было. Но реакторы в двух блоках развалились, вывалив все содержимое на улицу. А последний реактор, когда мы уходили, был в критическом состоянии, готовый вот-вот бахнуть. «Вот это соседи у нас нарисовались!» Игнат хоть и не застал ядерную энергию в действии в Советском Союзе, но хорошо был наслышан о ее возможностях. «Да, про соседей!» – продолжил Макс. «Наша разведка доложила, что весь кластер просто кишит атомитами. Такое ощущение, что их перенесло откуда-то из улья. У них есть все для продолжительного существования. Кластер совершенно не похож на Чернобыль или Припять, где, по идее, должны оставаться после перезагрузки живые люди. Никто не превращается. Зараженных не видно. Зато атомиты, по ощущениям разведчиков, живут там как минимум год. Укрепления, стены, пулеметные точки, патрули с собаками. Собаки! Вы представьте, только они зараженные, естественно, и выглядят просто кошмарно под стать своим хозяевам. У них есть бронетехника и даже танки. «Стой, стой! Ты хочешь сказать, что на место магазина прилетел стаб с атомитами?» На Феликса стало страшно смотреть. «Да, именно это я и говорю. Мы сделали оттуда ноги. Воевать с ними мы были не готовы. И потом, кто в здравом уме сунется в кластер с запредельной радиацией, У разведки были свои дозиметры, но они зашкалили. При всем при этом местные чувствовали себя великолепно. Наши приняли решение быстрее убраться оттуда, дабы не схватить смертельную дозу облучения». «Воевать с ними бессмысленно, но им соваться сюда тоже некомфортно. В итоге вы потеряли только магазин», — с облегчением сказала Алина. «Как тебе сказать, нам да, туда лучше не показываться, А вот они на нашей территории чувствуют себя хорошо. Учти еще то, что заразить лес им намного проще, чем нам потом его дезактивировать». «Ты полагаешь, что атомиты попробуют вылезти из своего кластера?» С тревогой спросила Алина. «Ответить Макс не успел. В комнату без стука вошли два человека. Первый среднего роста, подтянутый с армейской выправкой, И второй в гражданском костюме тройки. Военный обладал квадратным подбородком и коротким ежиком темных волос. Второй вошедший держал в руках шляпу и трость. На вид его можно было спутать с профессором из университета». «Круз! Эндрю Круз!» — отрекомендовался военный. «Ага, это второй правитель Китежграда, догадался я. Тогда гражданский у нас будет...» «Артем! Товарищ Артем!» — кивнул профессор. «И да, очаровательная девушка, Атомиты уже вылезли из своего кластера». «Мало того, разведка доложила об их контакте с Нолдами», — отчеканил Круз.